Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ. Аталанта и гипомен. Холст, масло, автор Гвида Рени. Около 1612 года, 206 на 297 см, находится в музее Прадо в Мадриде. Согласно Овидию, метаморфозы книга 10. Аталанта была атлетически сложенной охотницей. Поскольку она хотела остаться действительницей, вызвала поклонников на состязание, в котором она всегда побеждала. А проигравший наказывался смертью. Так было до тех пор, пока гипомен не бросил ей вызов. Во время забега он уронил три золотых яблока, подаренных ему Венеры, богинь любви. И поскольку Аталанта не смогла удержаться и остановилась, чтобы подобрать их, она проиграла забег. На своей картине Рени изобразил Аталанту останавливающуюся и поднимающую яблоко, в то время как гипомен догоняет ее на бегу. С первого взгляда можно заметить, что композиция Аталанта и гипомена рассчитана и изыскана. Идея движения передается не телами, а почти исключительно развивающимися плащами. Гладкие тела девушки и юноши, цвета слоновой кости, четко выделяются на серо-коричневом фоне картин. Несмотря на холодную и нервную композицию, явно академическую, с театральным привкусом, Аталанта и гипомен все еще довольно привлекательно из-за красивых линий рисунка и прозрачности обнаженной натуры. Вот такое описание я нашел в интернете к работе Гвида Рени. Работа называется Аталанта и гипомен. Около 1612 года находится в музее Прада Мадрид. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok